Те, кто сегодня присутствует здесь, те, кто нас смотрит онлайн или, возможно, увидит потом в записи, я всех очень рада видеть. Я благодарю вас, что вы встретились. Для меня это огромная честь присоединиться к этому проекту. На самом деле, мы давно в теле, но приступаем только сегодня, потому что в графике довольно было все плотненько. Но теперь, в ближайшее время, каждую пятницу мы будем встречаться. Я невероятно счастлива. Я знаю, что у нас впереди много очень крутого качественного обмена энергией. И сегодня мы начнем с самого, вообще, самого-самого необходимого, самого базового, что нужно каждой женщине для того, чтобы чувствовать себя очень комфортно и хорошо. Ну и ежедневно. С утра до вечера, потому что речь пойдет о гардеробе, об одежде, о стиле, вот, видите, о форме. И почему мы и про базу, потому что мы будем говорить сегодня с вами про базовый гардероб. Я думаю, что вы, конечно, много чего знаете, много чего слышали об этом. Ну-ка давайте признавайтесь, что слышали, что знаете. Слышали вообще про базовый гардероб? Какое понятие? Так. Вещи должны быть простые, толкую, хорошо, между собой сочетаться, хорошего качества. Очень-очень, все точно, правильно. Что ждут цвета. Определенные граммы. Так, какие еще есть вводные данные? Никаких грамм, что ли? Ну, базовый гардероб – это твой гардероб, непосредственно, в котором тебе уютно, и ты пользуешься вам в качестве. Это конкретно твой гардероб, да? Так, что еще знаете? Давайте ответим. База у каждого своя. У кого-то леопард, у кого-то белый гардероб. Хорошо сформулировано. Слушайте, вот смотрите, вы, оказывается, очень грамотные, девчонки. Очень много слышали, очень много знаете. Но сегодня мы попробуем взглянуть на эту базу немножко под другим углом. Потому что существует огромное количество теорий и мифов вокруг этого понятия. И на самом деле я думаю, что, действительно, вот вы правы, у базов в целом у каждой, да, или у каждого, действительно своя. Более того, я хочу сказать, что у каждого специалиста, который работает в сфере одежды, тоже сформировалось определенное видение базы. Действительно, нельзя сказать, что базовый гардероб универсален для всех. Вообще со временем своей профессиональной деятельности, профессиональной практики я столько теорий переломатила и перешагнула, и пережила, и прожила, что просто, в общем, не сказка сказать. И вот то, что касается базы, я тоже думаю, что, может быть, даже это еще не финал, а может быть, мы будем все время идти, идти и развиваться. Когда-то считалось, что база, вот там существует два совета универсального гардероба, который всем всегда, во все случаи жизни и, в общем, навсегда. Но это не так, потому что действительно универсальных советов, точно так же, как и универсальных гардеробов, чего-то не бывает. Вот много есть слов сказанных о маленьком черном платье. Маленькое черное платье должно быть у каждой женщины. Вы серьезно? Точно ли черное? Точно ли маленькое? Точно ли у каждой? Вот у меня сразу три вопроса. Ну, не бывает такого, что все женщины могут взять себе одну маленькую черное платье и носить его на все случаи жизни. Это невозможно. Не бывает такого универсального черного платья. Вообще универсального платья как бы не бывает. У каждой оно свое. Точно так же не бывает одного универсального базового гардероба. Но не бывает. Потому что у каждой этот базовый гардероб свой. Это связано, во-первых, с параметрами внешности. С тем, как складывается цветного. Какая природа цветотипа в вас вложена в генетику вашей генетикой. Это связано с тем, какая фигура. Какую фигуру вы обладаете. Это связано с вашим образом жизни. Это связано с вашим, не знаю, с вашей подвижностью, с вашим настроением. Это связано с вашей деятельностью, с вашей профессиональной какой-то особенностью. Это связано с огромным количеством вещей. Тем, сколько у вас детей, замужем вы или нет. В поиске вы или нет. Что вообще происходит в вашей жизни. Это все какие-то очень важные сведения по выходной цепи, которые имеют огромное значение. А мы всего лишь говорим про базовый гардероб. Давайте-ка следующий слайд. Я немножечко расскажу про себя. Не все меня знают. Все дальше, дальше, дальше. Наверное, мы вернем. Аня, может быть, ты посмотри. Может быть, ты станешь у меня. Потому что я не успеваю. Не все меня знают. Я эксперт по стилю. У меня много довольно известных телевизионных проектов. На Первом канале, на СТС, на СТСлав, на Домашнем, на НТВ. На ТНТ, на Пятнице. Я забыла. Короче, много каналов. Много проектов. Самый известный проект, наверное, на 10 лет моложе. Я сильно не поменялась. Меня все помнят с короткой стрички в очках. Но это я. Когда я улыбаюсь, меня узнают. Когда я говорю, тоже. Давайте следующий слайд. Посмотрим, что дальше. Я, правда, работаю все время с известными мастерами, с известными фотографами, которые в свою очередь уже работают с известными артистами, звездами, певцами, актерами. Давай дальше. Создавала для этих прекрасных людей разные прекрасные образы. Дальше, дальше. Тут есть явнования прекрасной личности. Дальше. Не очень, наверное, это видно, да? Ага. Так. Давайте поговорим о том, какие вещи помнятут базовый гардероб. Дальше. Дальше. Знаем ли мы про то, что вообще включается в базовый гардероб? Или как, на ваш взгляд, он должен строиться? Может быть, уже есть за время вашей гардеробной жизни какие-то сложились ощущения? Без чего в гардеробе нельзя? Что складывает в базовый гардероб? Ну, вообще. Джинс. Так. Без джинс нельзя. Вы что, эти? Так. Какие здесь мнения? Чертное платье. А, а, да. Красоты. Красотки. Ну, сколько ты ходишь. Либо, ты шаг, а крова, либо там, ну, либо, ну, либо, если ты знаешь, по струю. Да. Либо, ты ходишь, либо, платье. Ну, очень сложно, что ты привлекаешься к этому каждый день. Если ты там в детьми и в рыбах, то вот, дальше тебя будет. То есть, очень, конечно, очень. Это вот то, о чем мы говорили, да? Потому что, ну, есть необходимость, разная поднежность, разное уражение. Давай дальше. Все правильно, все правильно. Вот смотрите, я вот эти, в принципе, уже немножечко затронула, но сейчас мы еще раз по ним пройдемся. Цвета максимально подходящие вам по цветотипу. Но для упрощения задачи хочу сказать о тех цветах, которые действительно хороши в вашем базовом рынке. Смотрите, мы с вами делимся вообще на четыре цветотипа, на четыре краски, на четыре как бы ощущения цвета. Контрастный, холодный, очень-очень звучий, светлая кожа, темные волосы, либо очень яркие, какие-то цветные глаза, либо темные, карие глаза. Ахилаты, какие-нибудь контрастные. Да, вот Анна, встаньте, пожалуйста, я всегда привожу ее в пример. Мой директор Анна, посмотрите, вот такой типичный представитель контрастно-холодной внешности, и вот с этой внешностью, действительно, тут не поспоришь, и все черные, и белые, и яркие, и контрастные, и красные, спасибо, хорошо, и вы можете обратно в направлении. Я как бы все время привожу пример, как такой яркий показатель. В то время как я, вроде бы, не похожий. Нам даже иногда говорят, а вы сестры, да? Поскольку мы все вместе, мы работаем вместе. Ну, нет, ну, не сестры. Вроде бы, похоже. Обе черненькие, у обеих, там, карие глаза, но кожа и природа, насколько разная, и нам действительно идут очень разные вещи. Поэтому я за время... А, у нас есть контрастный, холодный. Дальше есть холодный, не контрастный, да? Ну, это, как бы, такая, естественная, обычная, скажем так, внешность, может быть, средней массы. Просто, там, холодные, холодные какие-то мягкие черты лица, усы, волосы, там, зеленые, или глупые глаза, или серые. Ну, там, холодилька, большая приметка, шатенка, но в целом, как бы, такой средний тип. И дальше, там, осень какая-нибудь, с густыми, жручими, там, густыми, рыжими волосами, веснушками, зелеными глазами. Или весна, блондинка, с ярко-зелеными, ярко-глубыми глазами, тоже с очень такой персиковой, рисковочкой кожей. Идут совсем легкие оттенки. Но, дальше я поняла, я 10 лет в этой профессии, ну, 10 лет на телевидении, так как это пришло. Наверное, в профессии подольше, но я, в цифрах, не очень, на тарелок. Значит, я хочу вам сказать, что сначала я придерживалась вот этих вот законов. Очень строго. Ага, ты контрастная, холодная, тебе только это. Ага, ты тёпная, тебе только это. Ага, а ты вот холодная, значит, пастельная, тебе только это. Но это не так. Это не так работаю. Короче, я поняла, что нет абсолютно никакого и нигде. Девчонки, это поразительно. Чем больше живу, тем больше учусь и обалдеваю от того, с чем сталкиваюсь. Каждый раз буду. Вот это да. Короче, я поняла, что вот эта вся теория теканта, да, цветотипирования, она, ну, очень хромает сильно. Чем больше я в это погружаюсь, тем больше у меня меня сомнений. Сейчас, у нас там будет дальше какой-то слайд, я про это чуть поподробнее расскажу. Но пока мы пропасываем гардероб. Используем автоматические цвета в нем, черный, белый, серый. Или используем нейтральные цвета, бежевый, коричневый, во всех его проявлениях. Или шоколадный, копейный, какао, какой-нибудь опристый, синий, например. Вот такие хорошие нейтральные оттенки. Естественно, как Вы сказали, правильная наконечная форма, без лишней диклировки, без всего такого очень активного. Потому что эти вещи нам надо хорошо друг с другом сочетать. Минимум лишних деталей. Образ жизни. Мы об этом уже много говорили. Ну, естественно, качество ска не имеет значения. Потому что это одежда, которую мы будем носить постоянно, всегда и везде. Потому что это одежда, в которой мы в основном проводим время. В основном. Это не вечерка какая-то, не вечеренькая, которую мы одеваем редко. Или реже. А это прямо одежда такая, в которой мы живем все время. Поэтому вкладываться имеет смысл, конечно же. Инвестируем. Имеет смысл именно на готовом одежде. И на готовом. Когда приходит клиентка и говорит, у меня вот какое-то мероприятие огромное, важное и классное. Я хочу купить самые дорогие туфли. Я хочу купить самый дорогой там, не дутьер, какой-нибудь плач, маленькую сумочку. И самое дорогое вечернее платье. При этом она экономит на ежедневных, на ежедневных каких-то базовых вещах. Вот это, мне кажется, очень неправильно. Потому что она 90%, 99% по времени проводит вот в этой вот одежде, на которой она экономит. А на выход ей хочется надеть самый неудобный, какой-то самый дорогой туфли. Что мне кажется очень странно. Потому что мы неправильно даже в пропорции распределяем затраты и усилия. И самое главное, конечно же, базовые вещи должны хорошо соединяться друг к другу. Следующий спайк, пожалуйста. Наконец-таки. Вот, собственно говоря, вариации базовых цветотипов. То, о чем я говорю. Собственно, где у меня сомнения в этой теории цветотипирования? Итак, смотрите. Очень контрастный и холодный, конечно же, будет по-другому смотреться на них такая очень нейтральная или темлая цветотипирование. Здесь действительно будут хороши холодные, контрастные, яркие оттенки. Чёрные, белые, яркие, какие-нибудь красные, синие, жёлтые, или это очень насыщенные, зелёные, зелёные. Здесь очень круто смотрится. А дальше есть нейтральные и тёплые. Я бы поделила все это цветотипирование, всю эту теорию на 2 грудка. Вот эту, как моя Аня. И тех девушек, которые представлены справа. И тёплых девчонок, и более мягких. Поэтому, вот смотрите, среди вас я не вижу... А, тёплые, наверное, тоже девчонки для нее есть. Вот смотрите, здесь в основном, как, в принципе, показатель нашей страны, нашей волосы. Мы, в основном, обладаем очень мягкой мышцей, но при яркой, контрастной девушке всё-таки появляются. В основном, мы мягкие. Вот, поделила на 2. Короче, кому-то ЧБ плюс яркий, а кому-то всё-таки нейтральная, очень такая мягкая цветовая гамма. Если вдруг какие-то есть вопросы или недопонимания, я умоляю вас, задавайте мне их и разъясняйте, спрашивайте. Я здесь для того, чтобы вам хотела чуть-чуть что-то сделать понятнее. Да. К кому-то это всё-таки больше относится к коже, к цвету глаз? Совершеннолетно. Именно к коже. Цвет глаз. К чём? Да. Смотрите. Мы делаем вывод как? Мы сначала берём самое, как бы, в процентном соотношении. Кожа занимает больше всего в нашем теле. И мы воспринимаем и ощущаем вообще, вот, женщину для человека именно по оттенку кожи. Сначала мы смотрим на кожу. Потом мы смотрим на цвет волос. Но, конечно же, мы говорим про природный цвет волос. Если мы покрасились в 16-е, так и красимся дальше, всё равно мы понимаем, что где-то там есть русые волосы. Несмотря на то, что мы в 16-е так обесцветили и так уходим всю жизнь. Конечно же мы смотрим на оттенок корней волос. А потом мы уже, как бы, включаем глаза. Но глаза тут имеют самую, скажем так, детальную роль. Самую незначимую. Потому что только за счёт глаз мы там делаем какие-то контрасты. Но самое главное – это, безусловно, кожа. Итак, если кожа холодная… Да. На какого я отвечаю? Я так не отвечаю на вопросы. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно снять с вас косметику, надеть на вас что-то белое вот сюда и потрясти к дневному освещению. Тогда я смогу с более чёткой вероятностью сказать, кто вы. Вот так вот по ощущению мне непонятно. То ли вы тёплая, то ли вы холодная. Но, как вы поняли, это особого значения и не имеет. То, что вы мягкая – это однозначно. Потому что вот контрасты вы видели, вы сильно отличаетесь друг от друга. Поэтому, скорее всего, ваша цветовая палитра будет вот с правой стороны. Более мягкая, более такая нежная. Следующий слайд. Базовый гардероб. Девчонки, сейчас наконец-таки речь пойдёт о самом главном. Я бы сказала, что базовый гардероб начинается с белой рубашки и белой футболки. Или какого-нибудь базового бельевого топа. Здесь вы видите разные варианты этих рубашек. Без рубашки очень сложно. Не знаете, что надеть. Серьёзно, запомните, пожалуйста, это. Не знаете, что надеть – надевайте белую рубашку. Вот если есть какой-то вопрос – «Ну, я хочу как-то круто выглядеть сегодня, но я не понимаю, в чём мне надо пойти. Я не знаю, какая будет аудитория, как мне будет воспринимать, что мне хочется сказать своим внешним видом». Наденьте белую рубашку, дальше решиться. Вот правда, надеваете белую рубашку, дальше к ней у нас с вас такие, как то ли джесс, то ли брючки, то ли биджетчук, то ли джессная куртка, то ли кософа, то ли сразу какое-то партиган пальто. И украшение всё завязывается с настроением вашим. Но начнем с белой рубашки, и всё пойдёт просто легко и непонуждённо. Ваш вопрос? Белая рубашка не чисто белая или нет оттенок? Не чисто белая. Вот смотрите, опять же, если речь идёт про контрасты, про контрастную внешность, то скорее всего белый. Такой более мягкий оттенок можно не использовать. Но если есть возможность выбрать очень-очень льдистый белый или чуть более мягкую, я бы рекомендовала выбирать более мягкую. Для вас, да? Для более холодного, яркого цвета, как для вас, наверное, лучше кипельный белый. Потому что у них нет. Про цветы важные мы говорим. Да. Смотрите, здорово, если в вашем бутербе будет и очень белая, и не очень белая. Или какая-нибудь слегка бежевая, слегка молочная. Там немножечко какая-то эквью или шампань. На самом деле много белых рубашек тоже не бывает. Вы с этим столкнетесь впоследствии, потому что, как бы, купив одну белую рубашку и поняв её ценность, вы осознаете, как это как будто вообще работает. Рубашки же бывают разные, понимаете? Они бывают из разной ткани, они бывают разные по жесткости, они бывают очень разные по комфорту и ощущению в них. Надев белую рубашку жесткую, знаете, какого-нибудь хорошего такого хлопка, жесткого, стоячего такого, накрахмального, вы создаете впечатление очень такое деловое, очень такое статусное, очень такой, как вы знаете себе цену. Но при этом она вас сковывает и не даёт вам комфорт и движение. А когда вы надеваете рубашку мягкую, из какого-нибудь хорошего, там, можно смесу материала, там, клубок с вискозой, или, может быть, шелк с вискозой, вы чувствуете себя в нему другому. При этом это всё равно белая рубашка, и при этом она всё равно даёт вам ощущение какого-то такого собранности, но, с другой стороны, она мягкая и неприятная. Футболки, да, белые. Здесь у нас немножечко цветопередача странненькая, зависит очень часто просто от экрана, но я имела в виду, что это всё нюды, это нейтраль. Здесь это выглядит как персик какой-то или абрикос. На самом деле я имела в виду, что это такой пудровый, бежевый, телесный оттенок. Да, понимаете, о чём я говорю? Ну, сами, безусловно, обычная нормальная белая футболка. Обращаем внимание обязательно на вырез на горловины. Не надо вот эти вот своеобразные вырезы, они не идут почти никому. Ну так, они никому не идут. Это, кстати, речь идёт ещё и про джемперы. С ними тоже надо быть осторожными. Круглая нормальная горловина в полноценной руках. И, пожалуйста, по вот футболочке такой вот нюдовой, нейтральной какой-то, чтобы она тоже была таким. Смотрите, как бы просто на вас голое тело. Хорошо бы иметь ещё вот такие вот бельевые дубы. Раньше я рекомендовала выбирать прямо бельевые бельевые дубы на тонких бельевых. Но теперь я со своими клиентами больше склоняюсь вот таким, что изобрено здесь. Почему? Потому что у нас сразу нет необходимости это будет про бельё. Мы сразу там крюки, яркие отстегивания, отстегивания. У нас тут закрывается вот этот вопрос и вообще всё будет. Следующий слайд. Сухо, естественно. Вот я этот предмет гардеробу, считаю, достаточно необходимым. Почему? Потому что он даже в нашем регионе, даже в наших погодных условиях, он очень крутой. Тем, что его можно носить и летом, у нас лето бывает очень разное. И осенью, как бы она весной, да, придумана для такого времени года. Но также и зимой, когда ее можно надеть под объёмное белье, к примеру. Или вот в какой-то, знаете, такой круглый, объёмный, мягкий пуховик. Потому что в этом случае она является не совсем косухой, а уже немножечко житетом. Или каким-то, знаете, таким предметом, который является чем-то переходным между сухо или топом к пальто или шубе. Зависит, безусловно, от материала, с которого эта косуха выполнена. Если она тоненькая, она вообще-то функцию здорово на себя берёт. Конечно же, я буду продавала косухи нейтральных цветов. Это, кстати, не обязательно должно быть кожа. Это должна быть какая-то каль, которая для вас приятна. Чтобы она вот наносилась вот в каль. Вам должно быть в нем, в этом предметике, при трубах хорошо. Здесь изображены вот такие вот, такие модельки, которые мне лично очень нравятся. Давай следующий спайк. Джинсы-джинсы. Вет джинсов сложный, я согласна. Они, действительно, не каждый нужны. Кто-то предпочитает больше крюки, кто-то предпочитает больше любые платья. Но лично я думаю, что иметь эти джинсы нужно в гардеробе своем. Вопрос только в том, какие конкретные джинсы у меня нет. Выбор джинсы в настоящих спиртах. И на подволь своих джинсов иметь смысл потратить время и купить то, что вам необходимо. В моем гардеробе очень много джинсов. И они очень разные. И они разных цветов. Но стоит начать хотя бы с одних, которые вы сидели идеально. Что это означает? Разворачиваем по сектору точками зеркала и внимательно наблюдаем за своими бедрами и ягодистами. Как они двигаются, как они размещаются, какого объема, размера и округлости они становятся, как только мы меняем модель. Выбираем джинсы только смотря на себя сзади. Мы никогда не ориентируемся смотря на себя в анкласс. Нам это не подходит. Нам надо смотреть, как смотрится сзади. Итак, смотрите на карманы. Карманы должны быть достаточно высоко. Они не должны быть сильно расставлены. Иначе мы сильно раздвинем и правильного эффекта не создадим. Каждый джинс со своим. Здесь мы видим и скини, и раскрешенные от колена, и мам джинс. В общем, разные варианты. И без того, что хочу сказать. Наверняка для лета нам нужны посветлее, для зимы нам нужно потемнее. И еще не отказывайте себе в удовольствии иметь одну пару белых джинсов. Таких же белых, как ваша рубашка. Вот это вообще смеет массу неразрешенных вопросов, что же на белых башках, белые джинсы. Можете лететь дальше. Дальше. Следующий слайд. Здесь речь про брюки. Вот я бы сказала, что здесь представлены брюки нейтральных цветов. Бежевый, коричневый, какой-то там нюд, шампань. Знаете почему? Потому что очень часто, подбирая вот такой вот оттенок брюк, и, к примеру, любого цвета вверх, ну, с условием того, что мы берем неконтрастную обувь, мы вытягиваем силуэт, делаем его очень стройным и создаем очень такой роскошный, красивый образ. Вот такие вот блюки цвета кельма, ровно как и жакет, и мы это ведем впоследствии, они нужны. Дальше. Здесь мы говорим про, по-моему, мягкий трикотаж, про мягкие платья. Это вот история совсем не всем нужна. Но, к примеру, если вы не ведете какой-то офисный образ жизни, вы не ведете, ну, как бы, каких-то, там, не участвуете в каких-то супер сложных мероприятиях, и в вашем гардеробе довольно много, да, в вашей жизни довольно много активностей, дети или, там, походы куда-то, но вы при этом будете любить женственность, то мягкое платье, декальтированное, не декальтированное, а, там, высокое, с горлом, прилегающее или, может быть, наоборот, объемное, это вещь очень удобная, особенно в нашем климате. Дальше. Здесь мы говорим, по-моему, про юбки. Я бы хотела, чтобы у каждой из вас была одна или две юбки. Может быть, одна была бы юбка-карандаш, а другая была бы юбка, вот, скорее, знаете, какая она была? Ну, что-то типа вот этого. Шелковистая такая, легенькая юбочка, которая сразу дает ощущение мягкости, женственности, сексуальности. Она тоже такого нейтрального, бежевого, симпатичного цвета. Комбинируется великолепно почти совсем. И с жакетом, и с той же косухой. Смотрите, обратите внимание, пожалуйста, она сшита по косой. Это не юбки, которые расклешаются от бедра и создают эффект бабы на чайник или образы в стиле пятидесятых. Нет. Это юбка, которая очень хорошо и свободно скользит по силуэту фигуры. Она не будет вас никогда делать объемнее, а всегда позволит более стройнее. Но при этом вы останетесь в юбке. Юбка все-таки дает некоторую женственность, даже эмоционально. Мы здесь говорим с вами не просто про тряпочки, мы здесь говорим про состояние души. Правда, одежда влияет на наше настроение. Это чистая пранка. Правда, одежда влияет на наше самооценку. А это, девчонки, для нас это какая-то невероятно важная вещь. Потому что от того, как складывается наше самоощущение, от того, как складывается самооценка, от этого зависит, как пройдет сегодняшний день, встреча, мероприятия. А в целом это наша жизнь. Поэтому это не про тряпки, это не про, ну там, как потратить деньги. Нет, это про то, куда действительно имеет смысл инвестировать. И речь идет не про какие-то колоссальные траты. Речь идет про то, что сделает нам жизнь комфортной, классной. И в целом сделает нам вообще хорошо и счастливой. Дальше. Да, я не знаю, как жить без классического, вот такого бежевого или оттенка GML, свободного, объемного пальто. Это то, что нам очень надо. Жаль, что мы не можем в нем ходить всегда-всегда, потому что у нас наступают иногда очень холодные времена, когда нам все-таки хочется как-то утеплиться. Но в целом вот эта вещь, да, что-то похожее, очень, очень выручает. И опять же создает правильное настроение. Вы обращайте внимание, что здесь фактически, ну, примерно все рассчитано на средний, да, на средний вот этот вот мягкий цветотип, да. Вот эта вот вся история, которую мы здесь видим, она больше подходит про основную часть нашего, вот даже нашего зала. Все бежевое, такое нейтральное, мягкое. Базовый-базовый бедрок. Смотрите, ну, тут, короче, есть не только, конечно же, базовые предметы. Здесь выглядят, там, леопардовые какие-то патерионы. Здесь выглядят какие-то, ну, иногда, ну, не знаю, более, более модные предметы. Но в целом, если мы посмотрим, то цветовая гамма абсолютно базовая. Здесь мы увидим и про пальто, и про тренчи, и про базовые какие-то формы сумок, и жакеты, и, ну, какую-то базовую обувь, и базовые костюмы. В целом, если наш гардероб будет состоять примерно из такого, из такой цветовой гаммы, плюс эти предметы гардероба, о которых мы сегодня сейчас с вами говорим, то жить станет сильно проще. Потому что вы сможете открыть шкаф и, почти не глядя, взять все, что в нем находится. Оно все будет сочетаться друг с другом и работать невероятно. Просто поверьте и попробуйте. Я в этом живу и счастлива, вы не представляете, как. В этом живут мои клиенты, а я счастлива за них. Это очень облегчает жизнь. Дальше. Пам-пам-пам. Ну, это примерно оттуда, да? Иногда мы включаем какие-то экстремальные принты или экстремальные какие-то аксессуары, что разбавляет вот эту вот мягкую, нейтральную, пастельную, как бы соединяющуюся со всем базу. И становится веселее, становится острее. Но эту остроту я рекомендую давать в аксессуарах, да? В чем-то таком, в чем-то очень, ну, небольшом, гомеопатических дозах. Следующее. Дальше. Опять про мягкие формы, про костюмы, про водолазки, про джемперы, может быть, про кардиганы какие-то. Но все вот в этой вот цветовой гамме и в этих сочетаниях. Дальше. Смотрите. Поговорим немножечко про украшения. Я бы сказала так. Смотрите. Когда мы с вами паркируем очень нейтральный ветерок, а я настаиваю на том, что это не нейтрально, потому что внутри пропадок, вы всегда можете купить безумное леопардовое пальто или, не знаю, красные лодочки или, не знаю, красный костюм ручный или платье в поездке. Это вы всегда можете. Но это, скажем так, как бы не очень универсальная вещь. А вот если ваш базовый гардероб сформирован таким образом, то вам становится нехожей. Но при этом вам захочется какой-то экспрессии. И для того, чтобы ежедневно эту экспрессию применять в жизни, я рекомендую еще создать базовый гардероб для ваших украшений. Украшения для женщины имеют значение я, значение ем. Синерги, кулоны, цепочки, колье, часы, колечки, браслетики. Это все также работает на общее впечатление, на устранение, на ощущение от нашего образа и на ощущение от себя самого, на украшение зерна. Поэтому для того, чтобы эту нейтральную вазу каким-то образом, не чтобы ей придать характер, я рекомендую использовать украшения. Но эти украшения тоже должны быть совершенно определенные. Они должны также друг с другом не спорить, они должны также друг с другом компоноваться. Я для себя выбираю, скорее, золотистый металл. Но не для всех золотистых металлов. Например, для контрастных персонажей золотистый металл не очень хороший. Потому что он добавляет немножко, знаете, востоковое во внешность. А этот восток не всегда, если не всем надо. Или цыганскости тоже не всегда, если не всем надо. Иногда это хорошо где-то там подкрутить. Но вообще-то, конечно, мы хотим быть более роскошным, более альпийским. Классно. Конечно, вот в этом случае лучше использовать белый металл. Белый золотой или серебро. Во всех остальных случаях, опять же, я рекомендую использовать золотые украшения. Но не тоненькие-тоненькие. А уж, наверное, что по-активной, по-весомей, по-массивной, по-масштабной. Почему? Потому что это все же своего рода акцент. Это все же своего рода, ну, какая-то характер. И я предлагаю вам сделать как бы ваш, у нас какое-то световое сопровождение. Я предлагаю вам экспериментировать в этой области. Как бы это то, с чем так же вам не придется думать. Сегодня такое настроение вы взяли, эти срежки, но они точно так же подходят под эти часы, там, или под эту сухочку, в которую вы ходили и вчера. Опять же, там могут быть ненатуральные медаллы. Сейчас великолепная бижутерия, которая еще даст, на самом деле, пору любой ювелирке. Инвестируйте в эту хорошую бижутерию. И существуют бренды, которые делают, к примеру, серебряные украшения, которые стоят недорого, но они там делают напыление сверху. И это выглядит феерично, просто, как серьезное, как таянское золото такое. Но оно выглядит массивно, но оно дутое внутри, такое полное дутое, поэтому это очень легко носить. Какие-то мощные серебры выглядят просто, но при этом они очень легкие в выноске. Здесь у меня пример тех украшений, о которых я говорю. Они имеют характер. Посмотрите на них. Они великолепно встраиваются вот в тот базовый культур, о котором мы с Миналивией говорим. Дальше. Сумки, сумки. Мне кажется, имеет смысл иметь, ну не знаю, Два вида сумочки. Один вид, я бы сказала, должен выглядеть вот так вот. Это сумка-книжка. Формы такого размера. Примерно вот такая. Что-то входит. Войдет, наверное, ежедневник, кошелек или что-то там для карточек. Небольшая косметичка или пудреница, помада, что вам надо. Очки, ключи, паспорт. Включи от машины. Что еще вам нужно там носить? Вещь, которая не занимает много времени, не занимает много места, не тяжелая. Вы держите ее как кросс-боди через плечо или на плечо, или носите подмышкой. Вот примерно такая вещь хороша. Почему? Почему я говорю про этот цвет? Потому что мы сейчас с вами говорим про достаточно мягкий цветотип внешности. И, как правило, волосы наши имеют вот такой примерно оттенок. Ну, чуть светлее, чуть темнее, но где-то вот так. Для вас это как бы не рабочая тема. Для Ани моей тоже. Для вас, конечно, друг. Почему я об этом говорю? Девочки, смотрите. Мы можем менять рубашки, джинсы, платья, кофточки, не знаю, костюмы. Но сумку каждый раз в костюмах к вашему сегодняшнему костюмному аксамблю вы менять не станете. Даже если вы очень педантичны, даже если вы очень скрупулезно относитесь к своему внешнему образу. И у вас каждому комплекту своя сумочка. Там бывают такие. Но и то у вас будет время от времени сдавать нервы. И вы будете там забывать переложить что-то из одной сумки в другую. И вы будете там терять что-то. Поэтому я предлагаю иметь одну отлично обалденную базовую сумку. Которая будет подходить всегда и ко всему. Потому что она будет гармонировать с цветом ваших волос. Понимаете? Как только в вашем образе есть цвет, повторяющий в ваших волосах, в ваших волосах. Все, что угодно, вы можете миксовать. Особенно будет гармонично смотреться. Потому что если вдруг сумка меняется, она уже может впадать от волосы. Где-то это может сильно спорить. Пусть эта сумка будет близка к этим волосам. И это вообще просто закон. Вы поразитесь насколько легче становится жить. Насколько легче становится вообще формировать свой ежедневный образ. И так мы говорим про маленькую сумочку. Вот эту книжку. Как базовую. Для некоторых женщин это невозможно. Потому что она носит как целый дом. Правда, ну не бывает такого. Они предпочитают огромную шоппер с собой носить. Что-то невозможно объемное. Я рекомендую в таком случае, если это документы, ноутбук, я не знаю. Разные там, айпэд все заносят. Я рекомендую более классические формы. С короткой ручкой. У них там часто бывает еще ручка, которая на плечо вешается. Но форма примерно такая. Почему? Ну потому что это выглядит очень стильно. Они есть не только там в селе Нормоз. Но, пожалуйста, есть разные. Например, Фурла. Да, это инвестиция. Но, тем не менее, это по силе инвестиция. Это то, куда действительно имеет смысл инвестировать. Потому что это надолго с вами. Прямо надолго. Если эта сумка является отражением вашей внешности. Все-таки природа внешности никак не поменяется. Даже если вы очень сильно переоденетесь, очень сильно загорите, делаете другой макияж. Все равно эта вещь останется с вами. Для кого-то удобнее в этом смысле рюкзаки. Если рюкзак, то примерно такой. Опять же, если вы обратите внимание, то я все время вам показываю очень латоничные вещи. Они могут казаться скучными. Но это не так. Они лаконичные. Скучно не будет. В случае, если вы будете давать маленький акцент. То там, то здесь. Мы говорим с вами про базовый гардероб. Он должен быть немножечко однообразен. Для того, чтобы он обалденно смешивался между собой. Ясно? А вопросы есть? А есть ли цвет волосы, например, когда красный планет очень сильно? Вы имеете в виду очень-очень светлый. Очень сильно измененный натуральный цвет. Например, был темный шапин. А женщина перекрасилась яркой блондинкой. Какой-то лучший цвет? Платиновая блондинка. Да, такой платиновый блондинка. Вот смотрите. Тогда это прям такой цветный оттенок. Существуют прямо нюдовые. Она очень светленькая. Ну прям вот видите. Не знаю. Как жакет из такой кожи бывает. Такие нюдовые цвета кожи. Или как вот эти брюки висят там. Вот такого примерно цвета. Ну то есть светлая все равно. Да, да. Светлая, конечно. Темные волосы. Темные волосы. Берем коричневую сумку. Если черные волосы, берем черную сумку. Если средний там оттенок. Берем вот такую вот среднюю сумку. Если все-таки супер блонд. Прям платиновый. Так. Берем светлую сумку. И правда. И тогда все. Как-то будет ну невероятно стильно смотреться. Монохром это вообще на самом деле. Ну это подарок свыше. Вот это вот все когда в одной цветовой гамме. Это настолько дорого, настолько круто. И по сути это дорого то и не будет. Просто надо хорошо смотреть. Надо хорошо выбирать оттенки. Работать с фактурой. Работать с фактурой. Сливаться не будет. Ха-ха-ха. Обожаю этот вопрос. О, нет, у меня салился. У меня не будет. Я салюсь. Нет. Вы сделайте макияж. Накрасите глаза, накрасите губы. Наденете нужное украшение. И вы не будете сливаться. Особенно если вы возьмете какой-то аксессуар яркий. Нет. Если вы заметите, я к вам вышла сюда. Даже с подочки. Я не нашла куда его поляризацию. Вообще он у меня на сумке висит. Я вот на подробную сумочку вешаю клоточек. И таким образом как бы все завязывается. Вот эти вот украшения, да? Это не базовый предмет гардероба. Это просто то, что меня выручает. Вот здесь. Такие вот маленькие вещи. Тем более сейчас модно. И так далее. Берите и завязывайте. Как угодно. Хотите завяжите на шеи. Хотите вяжите волосы. Хотите вместо ремня вставьте. Хотите как браслет. Хотите на сумку. Стойте не думать, какие есть. Следующий слайд у нас есть? Да. Есть. А, ну очки. Что очки? Для зрения нужны очки. Для солнца нужны очки. На самом деле, вот мы в нашем климате солнцезлощитные очки очень редко. А мне так жаль. Потому что они так круто формируют образ. Они так круто дают как бы эффект роскошный. Какой-то жизни. Такой элемент какого-то такого шика. Что мне очень жаль, что у нас мало солнца. Иногда хочется, чтобы вот и зимой, и в какую-то более хмурую погоду, женщина вышла в солнцезлощитных очках. Но она сразу как кинозвезда из какого-то супер галлигуйского фильма. Солнцезлощитные очки. Особенно вот такого вот плана. Да. Массивные. Такие серьезные. Они дают свой эффект. Здесь у меня нет очков для зрения. А правда для зрения. Но в целом там смысл примерно такой же. Выбираем по своему цветок типу. Если контрастная внешность. Уберем какую-то яркую очень контрастную. темно-коричневую или черную оправу. Если внешность мягкая, светлая, то лучше, наверное, что-то такое нейтральное, прозрачное, либо золотистое брать. Ну, конечно же, речь про форму. Я начну следующую. Кеды, кроссовки. Базовые нейтральные цвета. Белые кеды нужны всем навсегда. Можно еще ближе. Дальше. Мы говорим про обувь. Ну, лодочки на какой-то выход. Смотрите, девчонки. Будете искать себе ботильоны на осень или на зиму. Обращайте внимание, пожалуйста, на вот эту форму. Я, к сожалению, не нашла сейчас какой-нибудь фотографии актуальной, что в каком-то брене было представлено. Но ботильоны с декольте, да, вот вы видите здесь вот декольте. Я лидер пытаюсь вам декольте показать. Это тема, которая очень круто работает с любым типом фигуры, с любой формой ног и с любой одеждой. Брюки ли, платье ли, джинсы ли, костюм ли, пышная юбка. Ну, не принципиально. Это то, что делает ножку очень изящной, очень изысканной, очень длинной и показывает наше самое-самое красивое место ноги, и ношу щиколотку, продлевает визуально вот этот эффект. Пожалуйста, смотрите все время на, как бы, нашли такие ботильоны, хватайте две пары. Потому что, ну, как бы, это не часто встречающаяся история, особенно, если они удобные, да. Бывают там, продаются иногда ботильоны с декольте, но на очень высоком каблуке, конечно, на каждый день это не вряд ли. Ань, верни, пожалуйста, да. Декольте – это вырез. Вырез на, ну, как сказать? Какой такой застаренный вырез, да? Он не обязательно заостренный. Существует некоторые бренды, которые делают округлый вырез. Но смысл в том, что вот эта часть, она вырезана. Это то, что помогает сделать ногу невероятной, сексуальной, красивой и такой женственной. Задо, более 6-й четыре лет. Следующий слайд. Да, про сапоги, про ботильоны. Ну, вот сейчас есть тенденция, да, по высоким таким сапогам, широким голенищем, в духе 70-х. сейчас казаки пошли, какая-то такая вот форма, белая обувь была очень актуальна в том сезоне но в целом такие вот ботиночки они тоже хорошо смотрятся, тоже хорошо довольно встраиваются в наш базовый гардероб если не нашли ботильон и декольте, то хотя бы что-то подобное, лучше нейтральное, бежевое, коричневое, какой-то подобрать на себя следующий слайд, это вообще даже не про базовый гардероб, это просто слайд для того, чтобы вас порадовать это такая тема, которая развеселит вас наверняка и даст возможность поэкспериментировать и не слиться потому что, ну как, леопардовая панамка, что невероятно модно, или какая-то пушистая это берег, пожалуйста, капор, шапочка, ну такая, или платочки все это дает нам возможность при базовом, нейтральном, очень таком, как бы лаконичном гардеробе в мягких и нейтральных оттенках выглядели круто, модно и актуально есть еще слайд какой-то? играем а, играем играем? ну играем, давай играем где база, где не база? все база все база белая ну конечно, вот здесь вот база, здесь это, ну не база дальше где база? слева слева прав интересно слева но на самом деле база здесь, конечно база здесь здесь на ней прям модная одежда вы видите, на ней сложные какие-то очень объемные брюки на ней очень такая рубашка с накладными карманами на ней трейдж, по-моему, кожаный нет, она одета очень модно и как бы в базовых цветах но по сути это не база то есть здесь где там были базовые, а здесь базовые предметы гардероб дальше а база не база? слева база вот справа здесь база а здесь? тут база совершенно верно везде база, просто здесь как бы более модная форма жакета а так это правда и то и то база есть еще слайд? нет, нету это все вам понравилось? очень правда? да хотите еще? тогда увидимся так, играем Катя база не база база не база да, добрый день уважаемые наши дамы девушки прекрасные которые решили рискнуть пройти перезагрузку стать другой спасибо за участие в нашем проекте давайте поаплодируем нашему спикеру Аплодируем у нас обновилась программа новые лекторы коучи будет много интересного в области психологии макияжа стиля ну в общем все как мы любим девочки всем хорошего настроения надеюсь наши лекции наши встречи вас вдохновляют и конечно я всем желаю быть красивыми и раскрыть свой потенциал на все 100% спасибо спасибо вам большое за то что вы с нами спасибо так мы будем фотографировать? я осталась другой я осталась другой